Это у нас профиль. Да, я уже как дома. Чего запоминать? Опыт фирамист? Нет, я только с мужем приходила. Тогда вот так разговариваем в микрофон максимально близко. Поэтому сейчас будем говорить. Мне нужно, чтобы вы по очереди посчитали до 10. Так, Алена, начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Алена, можно тише. Катюша, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Понятно. Так, давай, Машенька. Раз, два, три. Ты меня сейчас обманываешь, ты громче будешь говорить. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, все тебе надо было начинать. Так, все, всем делаю погромче. Девчонки, всем привет. Что, уши тихо, громче, тише делаешь. Чуть-чуть погромче. Я в ушах ничего не слышу. Сейчас всем все накручу. Чуток. Так, у Кати второй, у Алены, у Алены первым. Кати, у меня сегодня был полный экспромт. Честно. Чем это я обозначила, Марин, да? Да. Ну, мы сейчас будете вести, как все делать. Что с наушниками? Громче, тише, что делать? Ой, мне отлично. Да нормально. Я могу громче, тише, все равно. Не, нормально. Окей. Так, все, мы это, потому что с ушами. Прям супер. Ну, это четвертый, по-моему. Ничего нету? Не слышу ничего. А так? И так не слышу ничего. А так? Нет, не слышу ничего. А так? И раз. Нет. 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 Что, не видит? Раз, смотри. Нормально ли? Там запись идет прямой? Да, да. Там уже кто-то присоединился к нам, да? Да. Отлично. Девочки, давай. Девочки, давай. Девочки, давай. Девочки, давай. Катя. Девочки, давай. Катя, Булит Ров присоединился. Маша, да? Да, Маша, да. Здравствуйте. Да, Маша, да. Это прелесно. Я говорю, я улыки собрала, пока. Слушай, хорошо, как прошел эфир у тебя, вот когда. Там, в пятницу, да, я делала. Ну, у меня зараза памятник воздела на телефоне. И какую-то оглинку я вернулся, как раз, да? Да? Да вообще, как-то. Я уже не знаю. Я сейчас в этом минусы ему хокирую, если потом может... Хорошо вштырила, да? Вштырила хорошо. Так, смотри, вот там есть. Судырочек покрутила сама как себя удобно будет. Верхний. У меня все, это я здесь делаю. Да, верхний, третий. А так у меня все там поспрашивали уже, где такие платья, куда бежать. Бежите сюда. У нас сейчас идет новости. Новости, потом? Потом одна песня, потом мы выходим. Тема у нас сегодня, как выглядеть секси, а не как устраивая во время колодок. Что носить, это так. Первый выход, мы тесно здоровым, известным. Лена, все слышно? Все, это тоже голос у нас устрачивая. И, ну, в том числе, с вами тоже поговорим, как-то. Как вообще, когда мы у нас утреним, пошло? Весело? Весело в том, что в орехах много антиоксидантов, белков, минералов и перчатки. Они положили на здоровье сердца сосудов. Именно, просто, любят теплое время года и как можно меньше надежды. Ибо обожают холода и многословый снарядят. Не будем смотреть в страну, пока я теплое время будет. Следующая программа. Это не мимо, я. Мне кажется, что многословность вообще нужно. Круто, надо возвращаться с санконом. Тем более у нас, когда не надо, там, у них, как в Москве. Вот именно, потому что всю гружу, жарку-ушанку с этими не обязательно, с валенками. Крыво-черного пальто есть еще другие. Да, ну, говорим. Сейчас, это песенка на 3 минутки и идем. Здесь же Кубань. Здесь нам. А у нас уже прямой. Конечно. Да, уже все смотрят. Мы еще не начали. А уже смотрят, да, да. Через одну песню. Да, это точно. А там они бэкстейдж уже ловят, знаешь, о чем мы говорим. У меня аудитория любит всякие точки. За камерой, что там было. Это все любят. Всем очень нравится посмотреть, как оно там, что не дошло. Что не дошло. Что осталось там. Ну да. Что осталось там. Марина, когда уже мы увидим ваш чудный ролик? Ну я не знаю точно. А, да, кстати. Да я уже просто, я не знаю. Где фотки? Видео где? Уже знаешь. Видео. Вообще. Фотограф потерялся или видеограф? Я вообще не знаю. Я напишу. Когда мы снимали, это давно было, да? Давно. Когда это было? Сентябрь, наверное. Месяц. По-моему, да. Конец и сентябрь. Конец и сентябрь. Какая крутая у тебя кружка, Марина. А это же сейчас не оценились. Работаем. Вообще. С мордочкой ушли. Ничего классного. Бывает, да? Ну, видишь, он уже наладан дощи. Минута осталась. Не выкладывали? А без подвески просто было? Нет. Да. Да? Классно. Молодцы. Сдавайте вопросы. Лена пишет. А, послушала. Пусть таки. Я там много. Я вас специально позвала подслушивать. А пришли подсматривать, да? Позвала подслушивать, а пришли подсматривать. Позвала подслушивать. Вот именно. Так-то да, я же всем обычно в 11 утра даю маяк слушать. А это вечером. Правильно. Сейчас набрать 20 секунд. Сработаешь все. Как у нас сегодня тема звучит? Как у нас сегодня тема звучит? Там вот, там, на тебя написано. Ура, понедельник, ура, 19 часов и 5 минут в нашем городе. Это аплодисменты? Я хочу всегда, чтобы нас приветствовали аплодисментами. Потому что какой еще понедельник вы услышали такие заряженные на бодрость к вечеру голоса? Именно так. Марина Бойцова, Маша Чебаткевич, трешка в центре вас приветствует. У нас даже сегодня будет не трешка, а целая четверешка, скажем так. Потому как у нас сегодня две гости очаровательнейшие. Это имиджмейкер Алена Архипова и создатель Bulletproof Store Екатерина Дударенко. Здравствуйте, красавица. Добрый вечер. Привет, привет. Ой, мне нравится, как вначале наши гости всегда такие скромные. А потом как бы неслась и понеслась. И это прекрасно на самом деле, потому что тема у нас сегодня очень важная, актуальная для каждой барышни. Несмотря на вот эту шикарную погоду, которая стоит сегодня, да, тоже нравится. Да, она вообще вышла, я даже не поняла, декабрь это или сентябрь. Как можно не любить на желании. Так вот, несмотря на вот этот подаренный нам сегодня тепленький денек, хочется поговорить с вами о том, как все-таки в холода выглядит стильно. Очень актуальная тема. Но я прям буду счастлива сейчас делиться секретами со слушателями. Так что, да, тема классная. Я как прогноз погоды вещаю на следующей неделе похолодание. Так что эта тема актуальна. Снимаем свитера, ищем теплые шарфы и шапки. Но, возможно, это не так. Возможно. Девушки, а расскажите вы, какое вы больше время года любите, какую погоду? Ну, лично я на самом деле люблю вот это вот прекрасное межсезонье, потому что еще не жарко и еще не холодно. Хотя сейчас, судя по тому, что мы на улице, да, чувствуем непонятно, какое время года. Почему? Потому что мы можем действительно использовать, в общем-то, еще даже летние вещи, но уже чуть-чуть в более утепленном варианте. И вот эта многословие, про которую уже упомянули, да, Марин? Я ее на самом деле очень люблю, поэтому я вот прям за такое время года. Слушай, я сегодня прям немного в тренде, потому что, как все говорят, Маша, сегодня наш ножки, одеты на пиджак, я говорю, да. Причем пиджак, замечу, с классным бархатным воротником. Ой, продолжайте. Вообще, бомба, я бы сказала, они образ, еще и цвет потрясающий. Программа сегодня посвящена мненчеству. Так что супер. Мы сегодня, да, будем говорить о том, что луковица, луковица рознь. Некоторые умеют многослойность обыгрывать, некоторые нет. Вот сегодня и у Алены, и у Екатерины будем выпытывать всевозможные секреты. Вы, кстати, можете задавать свои вопросы. Да, может быть, вы хотите знать, выкидывать вам что-то из шкафа, или наоборот, идти срочно покупать. Покупать в магазин. Покупать в слои, да. В слои, покупаем в слои. Еще один, еще один. Можно задавать вопросы на WhatsApp. 899-09-09-09-107. Также обязательно заглядывайте в нашу официальную группу ВКонтакте, принимать участие в голосовании. Вы вообще вот любите что, больше теплое время года и как можно меньше одежды? Или наоборот, когда похолоднее, и можно вот на себя надевать, 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 ни в чем себе не отказывать. Да, Катерина, а вот ваше любимое время года? Я люблю весну. Я все-таки люблю, когда есть куртка, но есть возможность ее скинуть все-таки. Многослойность это хорошо, но все-таки люблю, когда потеплее. Я смотрю, наша трешка сегодня разделилась, так сказать. На капусту и на капусту. Посмотрим, посмотрим. Все от настроения же зависит, мне кажется. Да, у нас люди южные. 20 градусов это шорты, все. И шлепанцы. А вы сегодня, может быть, видели кого-нибудь, нет? Слава богу, нет. Сегодня нет, на выходных видела. Мне кажется, я всегда вижу человека либо в шубе, либо в шлепках. Я не стоять рядом разговариваю. Люблю в наш город за это. Самый, наверное, идеальный лук, да, это мужчина и в шубе, и в шлепках. И в кепке еще, Марина. Это же актуально. Я чувствую, мы сегодня... Образ уже складывается. Да, да. Придем к выводу, какой идеальный образ этой зимы все-таки. Шнур. Обо всем об этом мы поговорим с вами полно, подробно, после небольшой рекламы. А прежде с удовольствием напомню о том, что генеральный спонсор Шелл Трешка в центре. Это торговая марка раритет. Мясные и куриные деликатесы на любой вкус. Ждем ваших сообщений. Пишите. А тут самое интересное. Конечно. У нас перерыв. Понимаем микрофон и жгем. Да. Ну да, кстати, вот реально в шортах... Слушайте, а я сегодня видела в шортах. В шортах и в шлюпках. Да, они существуют. Они существуют. Мужчины. Да? Особенно мужчины. Они любят. Не, ну может быть, у него просто нет женщины. И ему никто не сказал, что надо перерываться. Он же как мужчина. И женщина не одела. Да, и остались только шорты. Нет, у меня был один джинс, который сказал, я не могу приехать к вам навстречу, у меня джинсы мокрые. На этом моменте я придумалась, подумала, не надо, наверное, ехать с ним навстречу. У него что, одни джинсы только что ли? И почему они мокрые? Это уже все люди просто вообще не задавались. Давайте сейчас пойдем по правилам недослоенности. Да, давайте. Я обожаю эту тему. Народ боится. Ну это же надо, потому что мозг включить и подумать, и я повторяю, и отцветия, и сочетаю. Обычно никто не хочет. А это что, джинсы, майка и пуховик сейчас. Да, да, да. Нет, 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 еще знаешь, шуба цветная. Пуховик. Выложилась? Выложилась? Я проверю еще. Какой-нибудь серебристый. Да. Или такой, знаешь, ярко-желтый. Просто богиня Медислава. Пока все остальные одежды вообще не подходит. Ну и так, пожалуйста. Мне нравится, мне уже сегодня звонили такие детские. Здравствуйте. А у вас сегодня будет трешка же по расписанию? Ну, что будет? Ну, здрасте. Хорошо, да. Будет. Со мной неудобно спросить. Что будет? Ну, ладно. Думаю, ждут. Ждут. Алена, какое бы это основное правило? Сколько, допустим, максимальное количество слоев допустило? Ну, вообще, основное правило такое, что ваш самый первый слой, который предполагается на дослойном области, он должен быть самый тонкий. А дальше вы просто по фактуре наслаиваете одно на другое. Ну, может быть, я думаю, что в районе 4-5. Почему? Потому что дальше уже просто это будет обьёмно. Сложно перемещаться. Такой сил. И тут всё сдаётся. Даже хотя бы 4 слоя. Да, ну, вообще, вот лучше для, скажем, новичков 3-4. Вот это прям вот. А про вот само нижнее бельё, оно считаете за слоев? Нет. Нет, нет, нет. Появляется для новичков 3-4. Новичок. Такая слоевка. Ой, вы новичок, да? У вас всего 3-4. Сколько парусиков? Раз, два, три, четыре. Всё своё понятно. Ну, такой думал, приходишь, начинаешь. Первый, второй, третий. Главное, рядом повесить, чтобы запомнить. Нет, ну, смотрите. Элементарно, да? Футболка, например, да? Кардиган, пиджак и кожаная куртка. Уже 4. И это ещё не считая шарфа объёмно. Как потом руки вот так перед тобой совместить? Нет, это не реально. Красиво стоять, да? Я же говорила, моя мама, лучше одеть несколько слоёв, будет теплее, чем один, ну, одно что-то тёплое. Поэтому вот тут уже вот надо... Стало жарко. Да. Либо один тёплый свитер, либо там майка, 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 майка. Майка, майка. Майка пониже, майка погуще. Можно пока, я не знаю, прикройте, пожалуйста, в микрофон. Я хочу одну историю рассказать. Нет-нет-нет, не прикройте. Я просто не уверена в этой истории по поводу многослойности. У нас добрая фабрика. Это было в период моей юности. И мы вот была зима, не знаю, январь, к моему празднику, мы гулялись подружкой колготкой с красной. И тогда это была как раз мода вот эти остроносые шпильки, вот прям такие сильно остроносые. Короткие юбки. И как раз вошли в моду колготки в сестру. Это прям вот, я не помню, сколько лет, 15 лет, больше было назад. Я помню, мы с ней гуляем, и я говорю, ты что? А она мороз, а она в колготках в сестру. Она говорит, я говорю, ну ты же можешь, скажем так, простыть, да, по-девичьей. И на что она сказала, говорит, все нормально, у меня двое тресок. Но я не думаю, что они в таком случае сильно спасут, на самом деле. Самое главное, это было двое стринг. Нет, у меня есть история похожа. Побалбейте. Человек, ты не смотришь сейчас этот прямой эфир и никогда не узнаешь, что я имела в виду тебя. В общем, это было в юные годы. Тогда были очень в моде вот эти виниловые штаны, типа кожаные, но не кожаные. Это была тоже зима, это был мальчик. И он надел броновые колготки и эти штаны. Или интересовался? Да хуже. Он пошел на дискотеку, на дискотеке познакомился с девушкой, пригласил их в себе домой. Кошмар! Я забыл, что я в колготке. Это трико. Вот, это и маленькая месть. То, что мы, девочки, вынездены в холода, все-таки надеваешься. Все, было фаталити. Ты провалишься в фаталити. Это вообще шикарнейшая история. Обалдеть. Но это вы не услышите в эфире. Не все слои надо показывать, женщина. Да-да-да, покажи мне все свои слои. Да, иногда удалиться в ванную будет лучше, да? Да-да-да. Забыл, человек. Забыл. Букой, ну вообще, бомба. Но главное, он же где-то их взял еще до этого. Ну, кстати, да, возникает вопрос. Что-то пил, ну что ж, он совсем без рук по эти колготки купить не может. Жене, маме. Главное, размер не перепутал. Что же, Маша? Кстати, да. Кстати, да. Я просто представила эту картину живописную. Это вообще что-то. У нас две минуты. И понеслась. Ну, климат, на самом деле, в Краснодаре прекрасный. Там, не доконит, реально. Мне кажется, это одно из самых, конечно, самых лучших мест, где можно пробовать. Слушай, мы когда-нибудь у Москва, наоборот. В особенности с их летом, когда у них в августе, как у нас в ноябре, это может себе позволить как раз вот эти летние пальто, которые у нас, куда их не надевать. А, Марин, знаете, в чем проблема? Что, если ты по улице гуляешь, ну, в принципе, это не только там. А, если на машине, то погода нормальная, да. Даже не это. А если просто, например, ты спускаешься в метро, там теплее гораздо. И вот, ну, как бы, температурный режим разный, поэтому там не очень долго ты будешь носить вот эти вот все многослойные области. Что же, смотри, резиновые сутки? Ну, это для нашего, конечно, города. Мастер-класс, как я бы сказала, сезон. Ну, ну, вот наоборот, именно впечатление, что у нас в них либо уже слишком холодно, либо слишком жарко. Получается, вот этот промежуток его найти. Нет, у нас... А заразовые, скажем так. Ну, они, понятно, что не на каждый день, в любом случае, да. Но, когда, допустим, проливные дожди идут несколько дней, то, мне кажется, лучше резиновых сапог. Ну, тогда... Никакой дышится погода в июне, в этом году вообще была. Вот как раз на резиновых сапогах, курках все ходили. Лето не наступало. Поэтому... Ну, лучше иметь классные, стильные сапожки на всякий случай. Пусть они стоят у вас, ждут своего часа. Ну, что ж с ним не случится? Ну, да. 30 секунд. Пусть они стоят у вас. Трешка, трешка в центре. Именно так, трешка в центре. И в гостях у нас сегодня имиджмейкер Алена Архипова и создатель Bulletproof Store Екатерина Додоренко. И мы сегодня разговариваем о том, как же красивенько-то одеться. В основном... Ну, нет, в основном всем. Как сказать, в основном девочкам. Нет, всем. Пусть мальчики тоже все-таки хорошо выглядят. Нужно, нужно, я бы сказала. Да, вот хочется вот этой красивой мужской эстетики. Я уже вторую программу на этом настаиваю. А мужской эстетики? Да. Алена, расскажи, пожалуйста, об основных правилах многослойности. Есть ли они вообще? Они есть, на самом деле, но они очень простые, поэтому правила... Это, наверное, даже не правила, это просто рекомендации, которые стоит учесть. Первое, начинаем с самого тонкого слоя вашего предполагаемого многослойного образа. То есть, это может быть банально футболка. Как мы здесь уже выяснили, некоторые элементы нижнего белья, они сюда не относятся. Подчеркиваем, это вот мамины с начесом. Нет, это не в этом категории. Поэтому футболка, допустим, может быть первым слоем, далее это может быть чуть более плотное что-то, ну, например, кардиган. Опять же, не очень плотное, а такой средней вязки. Далее это может быть чуть более плотная тхань, например, кожа, или такая кожаная куртка какая-то, или пальто и так далее. Ну, и, наконец, это может быть даже более плотное пальто, да, то есть, следующий более плотный слой. То есть, поверх кожаной куртки. Я видела, я видела в журналах, прям вот кожаная куртка, да, сверху жилет или пальто. На этом моменте я вообще потерялась, думаю, а как мне размеры покупать? То есть, я уже на кожаной куртке не войду в размер, который как бы до этого был нормальный. Ну, мы с ним пошла. А с пальто что тогда делать? Ну, вообще, пальто лучше брать на размер больше, ну, то есть, сезонное. Почему? Потому что в любом случае будет теплая одежда, будут какие-то внизу еще варианты. Свитер может не влезть. Да, особенно свитера с летучими вот этими вот крыльями. Или как сейчас модно, которые вообще огроменные. Да, оверсайз, я бы сказала. То есть, вот этот вариант точно для их цель пальто. Если покупать все оверсайз, то есть свитер оверсайз, курт оверсайз, пальто оверсайз. И можно есть. Вот это похож, как Йетти. И только маечка по размеру. Зато, девчонки, как приятно раздеваться потом, понимаете, что вы хрупкая, миниатюрная. Да, мама мне всегда говорила, тебя айс нес и уронил где-то не тут, потому что должен был уронить в Африке. Потому что я всегда одевалась только исключительно от силы в свитер. Дальше я говорила, нет, стоп, хватит. Я больше не могу ничего надеть на себя. Поэтому, видимо, я все-таки жаркая душа. Я голосую за немногослойность. Я разделяюсь от вас. Все. Кто еще со мной? Кто за немногослойность? Ой, неслойность. Я, но я, чтобы тепло было вокруг. То есть, ты со мной в Африку сперезжаешь. Так, Катерина. Это такой минус 10, и ты в куртке кожаная. Блин, я же так охожу, понимаете. Все друзья все говорят, Маш, тебе не холодно? Я говорю, нет, мне не холодно. Мне спичка в машине, да. А вот надев на себя такое количество вещей, точнее, даже не так, как определить, вот, например, да, ты красивая, все, уже на тебе 5 слоев, это все выглядит персик, прям как надо. Да, вот это все. Как не умереть от жары тогда уже в этом? Очень легко. Как это разделить? Когда мы надеваем вот эти все слои, да, как выглядеть красиво, я еще отмечу, что учитывайте цвет и учитывайте образ, да, в телеком. То есть, если вы видите, стоя перед зеркалом на выходе, что что-то явно лишнее, то лучше это снимите, да. Боже мой, я вообще из дома не выйду тогда. Не надо убиваться. Вот, и что касается, как носить, вы просто заходите в помещение условно, да, пальто с курткой вы снимаете, но вы остаетесь, например, в кардигане, футболке, да, или там остается шарф. Я уже представила, сумка, у меня пальто, куртка, шарф, и я все это ношу с собой. Ну, сейчас гардеробы везде есть, девочки, машины, гардеробы, то есть, ну, в чем проблема? Я посмотрю. К концу программы, к чему мы придем все-таки. Хотя я люблю красивую многослойность. Я вот смотрю иногда на девушек, и так вот они умеют красиво сочетать, вот у них шелковая блузочка, там свитерочек, там какая-нибудь красивая. Эффектно так плечо приоткрывается. Да, так, да, вот прям, я горжусь ими, вот честно, прям думаю, вот может же она. Не, на самом деле, может, она, конечно, раз пять переоделась. А есть, вот скажите мне, такой какой-нибудь волшебный человек в магазине, ты приходишь к нему и говоришь, я вот, знаете, вот хочу многослойность, но ничего мне не понимаю. Он может подобрать это вот, чтобы искать вот это, носятся только вместе, и ни в коем случае не разделяйте. Да, конечно, люди сейчас вообще как-то тяготеют к тому, что они приходят и говорят, оденьте меня, я вот запомню, сфоткаюсь и буду только-то ходить. То есть, просто подобрать блузку, а с чем я ее буду носить? Ну, то есть, если раньше надо было какой-то конкретный предмет, гардероба, то сейчас это только образ, образ и только вот так. Ну, это неплохо, по крайней мере. Это работа стилистов, я уже поняла, это мы постарались, образ, образ. Да, да, да. Запрямили. Но лучше так, чем потом, я у вас купила, и это не ношу, и говорю, зачем купили? Я не знаю, с чем, но в чем проблема, давайте подскажем. А давайте позвоним стилисту, да? Да. Да, давайте позвоним Алене. Или я прихожу к Кате, и Алена спешит на помощь. Все, круг замкнулся. Вот так. Мне на самом деле радует, что люди сейчас все покупают прям сразу образами. Да. Ну, как-то и стетичнее, потому что многие на самом деле не умеют сочетать и ходили как капуста. Нет, сейчас это еще спасает нас, мне кажется, тенденция, что можно одевать, грубо говоря, все, что угодно, и сказать, ну, что так и надо. Сейчас классно, что нет определенных тенденций. Все очень разные. И, в принципе, в моде можно найти что-то свое. Ну, то есть не все в одинаковых там джинсах или кожаных штанах или куртках одинаковых. Все очень разные. Ну, поэтому, да, если у тебя нет вкуса, ты можешь сойти, наоборот, за такую эпатажную личность, которая очень долго подбирала свой гардероб. Главное, еще при этом вести себя соответствующей, нести. Это как бы, да? Вот, это да, это самое главное. Вот, кстати, о том, как себя вести, если тебе это некомфортно, мы обязательно обсудим после небольшой рекламной паузы. Скажем так, вы можете задавать свои вопросы нашим гостям, 89-89-09-09-107, наш хотсап, и также заглядывайте в нашу официальную группу ВКонтакте тоже. Мне кажется, у каждой девушки есть, говорит, вот вещь, которую ты вот купил, и все, и ты не знаешь, что с ней делать. Вот у меня есть, я иногда прям радуюсь, что я купила что-то, у меня там какой-то жилет был ажурный, я на него смотрела год, второй пошел, думаю, с чем его носить. И на третьей вот оно, оно пришло, жилет сочетается, оказывается, с джинсами. Потому что, да, вот он как-то, они нашли друг друга, а год назад это было как-то не модно, не стильно, они не находились. Поэтому, мне кажется, у многих есть. У моих подружек есть реально с бирками, висят годы вещи. До свидания. Чем-то меряйте эти вещи, но потом видела это. Ну, видимо, да, видимо, они вот как-то померились, пришло состояние, настроение, купили. Ну, вообще, на самом деле, я не рекомендую даже некоторым клиентам выбрасывать такие вещи, потому что, ну, если они, грубо говоря, новые, да, я понимаю, там, что тренды у нас тепличные, через какое-то время что-то вернется, да. То есть нельзя вообще ничего отрезать. Да, поэтому, если раньше такое, да, ну, это никогда больше не будет модно, не позорить надо выкинуть. Продолжая многослойность и прочее, есть же еще какие-то правила аксессуаров? Вот. Обязательно. Я правила скажу сейчас. Аксессуары вручим. Я внесла свою поправку. Да, да, да. То есть ими можно, допустим, да, можно уже как переборщить, перегрузить образ и стать еще больше луком, капустой, называй как хочешь. Либо наоборот, люди, кстати, любят переборщивать в Краснодаре с украшениями. Шаксами? Да. Особенно с блестящими украшениями. Да, да, это вот такие сережки, туда колье, тут все, кольца, 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 брошек еще нацепить. Народ прям любит. Такое ощущение, что хочется как-то соригинальничать, видимо, но народ решил все одеть вместе. Нет, плюс еще сейчас же на каждом углу говорят, что брошки в моде, там, аксессуары в моде. Да, но не говорят о том, что как бы вот брошка, это не значит, что у вас такие же серги, как брошка. Потому что я видела недавно девушку одну, у нее же серги, брошка, все вот так вот. Нет, нет, это был красивый образ, но здесь был для фотографии. Маша, он был запоминающимся, ты запомнила, да, и ты пронесла это. Может, это и есть цель. У многих таких людей. А у многих такая задача есть. А вообще, мне надо только поговорить о том, что женская мода, она не совпадает с... Вот нам, девочкам, это нравится, а мальчики говорят, что салкнул, но вы носите. Это вообще не совпадает. Да, кстати. Они бы хотели нас видеть исключительно в платьицах в цветочках. Да, да, да. Некоторые наоборот. Не, младшины, да. Нет, джинсы, футболку растянутую. Ну, баса беременна в кухне. Ладно, джинсы они еще выдерживают, потому что там попа орешком. А остальное... Не во всех, Маша, орешком. Как с одежды плавно перетекли на попу с орешком. Именно так, Трешка в центре, продолжается у нас в гостях Алена Архипова, имиджмейкер. И Екатерина Дударенко, создатель Bulletproof Storm. Мы сегодня обсуждаем, как же можно, в общем, можно ли красиво, стильно выглядеть, несмотря на холода и несмотря на невероятное количество слоев одежды. Если вдруг вы мерзляк, соленые уши, да? Я на тебя не смотрю. Хорошо, я на тебя не смотрю. Хотелось бы продолжить тему многослойности и задать следующий вопрос. Что по поводу аксессуаров? Как, стоит ли их включать в свой многослойный образ или нет? Стоит, абсолютно стоит. Единственное, я скажу, что в первую очередь задумайтесь, какое настроение и какой образ вы хотите донести до окружающих людей. То есть, если вы хотите эпатировать публику, и так, чтобы они вас запомнили и пронесли через года, ваши образы, то можете смело учитывать характер. Да, чем больше, тем лучше. Надеться лучше сразу. А вообще не странно ли будет, если образ многослойности, а туда еще и аксессуары добавить? К сожалению, Маш, я вижу, что для некоторых не странно пока, поэтому остается это все. Но я рекомендую, на самом деле, сделать следующее. Если у вас в одежде хотя бы 3-4 слоя уже есть, тогда в аксессуарах сделайте максимум 2. То есть, это могут быть, может быть, вернее, крупное кольцо и, например, сережки средних размеров, серьги. Либо это может быть одно крупное колье или одно колье тоже из нескольких слоев. И все при этом. Часы, опять же, тоже аксессуар, который повседневный, который мы носим практически всегда. То есть, не надо тоже перебарщивать. Максимум 2-3 при многослойном образе. Алена, тут такой хороший вопрос, который как раз, мне кажется, касается аксессуаров. Если нет, поправь, пожалуйста. Добрый вечер, Радио 107. Гость замечательный тоже. Добрый вечер. Как вы относитесь к болеро? Болеро это что? Это аксессуар или нет? Это одежда, да? Это одежда, да. Но, если честно, я скажу, что, наверное, я к этому предмету отношусь, потому что для меня этот вариант плох в плане коррекции фигуры. Да, абсолютно согласна. А что, плохо корректируют? Ну, это штучка, она не то что корректирует. Да, вот, я согласна. Фигуру тяжелит очень сильно верх. Она режет фигуру абсолютно и утяжеляет верхнюю часть. Или такая тетя. Да, красивую фигуру. А если, грубо говоря, ты такая девушка высокая, очень худая, и на тебе так слегка накинуто болеро? Ну, еще смотря какое болеро. Это тоже, но из тех вариантов, которые я вижу чаще всего, девушки выбирают, я вижу их в гардеробах, то лучше бы они это вообще не выбирали. Вот честное слово. Парам-парам-пам. Да. Это сложный такой предмет гардероба, да? Ну, скажем так, не есть первые необходимости предмет. Вот я бы так сказала. Особенно, ну, сейчас. Вот здесь еще есть пометка. Подождем. Его время придет. Точно-точно. Особенно с вечерними платьями болеро, как дружит. Знаете, для того, чтобы выглядеть в вечернем образе стильно и, ну, действительно элегантно, я советую заменить болеро на пиджак, жакет, таксида и так далее. Удлиненный пиджак, это будет все. Да, это секси. На Новый год. Это очень, это очень круто. Легкое платье, удлиненный мужской пиджак, это все. Причем оверсайз. Обычности нет, не носите мне это потом. Так что правда. А вот болеро это супер оверсайз. Вот еще барышня продолжает. Но короткая. Еще пришло барышня сообщение тоже в тему аксессуаров. А как вы относитесь к удлиненным перчаткам? Прекрасно. Вообще обожаю. Вообще перчатки люблю как аксессуары и удлиненные особенно. Потому что это может быть цветовой акцент очень интересный. И по поводу аксессуаров дополню, что они являются тем элементом, который расставляет акценты в образе. Поэтому, если вы хотите привлечь внимание к груди, выбирайте крупное колье. Если к рукам, выбирайте цветные яркие перчатки. Если к ногам, выбирайте красивый пояс, колготки необычные и так далее. То есть выбирайте зоны, но внимательные. А если хотите привлечь внимание к себе, одевайте все сразу. Нет, вот это вот не надо. Или же наоборот. Тут как бы два варианта. Перчатки, это всегда красиво. Единственное, что я бы сказала, что может быть с ажурными перчатками надо быть поаккуратнее. Ну, ажурные, да. Я не про них сейчас говорила. Больше про кожаные. Да, да, да. Про кожаные. В рамках мотослойности перчатки как? Прекрасно. Отлично. То есть то, что надо, да? Вносим в список мастхэй. Особенно с пальто 3 четверть рукавом. Вообще очень элегантно, красиво сейчас. Это да. Друзья, мы продолжаем писать, задавать свои вопросы нашим гостям, потому что после небольшой рекламы мы обязательно вернемся. Я же пока напомню, что спонсор трешки в центре это мясные куриные деликатесы Рити. Из огромного ассортимента вы сможете выбрать продукт на любой вкус. Сосиски на завтрак, запеченные гуженины на обед, элизистые колбасы к праздничному столу. Вся продукция отвечает мировым стандартам. Изготавливается из сырья кубанских производителей с использованием только натуральных ингредиентов. Обязательно спрашивайте продукцию торговой марки Роритет в магазинах города. Встречайте новый адрес Стасова 170-2-про-бельон-59 и заходите обязательно на сайт проритет23.ру Ой, девочки, я однажды на Купер-шоу так удачно поржала над этими сосисками. Да? Потому что Катя начала читать рекламу и я переключилась и резко слышала про сосиски. У меня вообще такой пески. Прямо дыр. Вот это было просто. Фигра на меня смотрит такой, типа, ну, как бы отняжи в гости. Тут про моду, а тут про сосиски. Ну, в эфире ничего только и не бывает. У нас какой-то эфир был с кем, не помню. Но когда мы просто вдвоем с Мариной мы свалились под стол, и нам было не слышно. Я понимаю, что у нас походу дырка в ухе, а мы просто дома, остановиться никто не может. Кто-то у нас выглядит и думает, ой, неполадки, вырубилось и радио. Да, как-то так, было дело дело. Мне очень нравится фильм, вот этот день радио. Мне они так, как очень атмосферно показали. Я слушаю, о чем вы говорите. Все одеваются одинаково под копирку. В 2010-м меня били за то, что я хожу в косухи. Сейчас массы сошли с ума, парни, девушки, это не важно. Оказывается, вот так, в нашем городе. В 2010-м его били, что он ходил в косухи. Конечно, били, а уже из моды вышли. Смотря куда и в какой косухе он там ходил. И что там еще было помимо косухи, я бы сказала. Потому что он в женской ходил. Уже что, вполне может быть. Тогда в 2010-м такое ужасство было. Конечно. Ну да. Мужские женские, по-моему, все время видел мальчики. Такие женские примерочные. Их надо посмотреть. Слушай, ну это как я сейчас хожу с девчонками. Мужские за рове, чем-то, за футболками, за рубашками. Все нормально. Когда все уже привыкли. Да, они уже спокойно реагируют на это дело. Никто не пугает. О материалах. Из чего оно должно быть? Что? Гардероб на зиму. Какие материалы? Какие материалы? Да. Что нужно из, допустим, зимнего гардероба. Если кто-то сейчас не является. Что сейчас следовало бы предоставить. Какие материалы, если это учитывать многослойность. Вообще, ну, гардероб на зиму дорого-недорого. И тут даже есть такой санитарий. Я такие прикольные шубы нашла, девочка, в манго. Просто цветные, яркие. Просто сказка. Ну, искусственные, правда. Ну, они дырые больше, ну, как, на стираную собаку, похоже, имитируют мне. Имитируют, да. Такая ярко-зеленая, красивая. Ну, то есть, это вот сделать образ. У Кати классное пальто, веселье. У нас там какие-то сейчас плюшевые. Вот, они снимают, я же говорила, я сама не смотрела. Плюшевые, это, в смысле, то, что я говорила, скистированная собака? Ну, нет, это в хорошем, как облачко, скистированной собакой. Смурска, воздушный. А не мех, а именно такой. Я у кого-то нашла, мне так не нравится. А, рекламировала это, одна барышня, у нас подземляет. А, Сергей, ну, с каким-то послантом. Вот сюда такой яркой цвета. Это краска, уже именно застиранная, которая как на волокна, на такие вот формы разбирается, да. Ну да, вариантов много сейчас, она в разных, она интересная. Мне нравится, что фактуры появляются разные и смотрится очень здорово. Так вот, просто ткани, там такие ткани сейчас придумывают, что... Ну, Штат, я думаю, тебе как раз и прокомментировать должны по поводу ткани, потому что... Сейчас нету такого, что вот, только натуральная ткань хорошая, это нехорошая. Такие люди ткани делают. Тем более сейчас технологии настолько достатемно развиваются в этом плане, что... Примеси на примесях там, вообще, ну, в итоге, такие какие-то ткани фактурные, получается, вообще, перетели... Да. Заня, что такого не было. Ну, сейчас еще тренд, начали создавать ткани, которые саморазлагающиеся, то есть... А ты такой, что ты переносил пальто? А оно такое оравши разложилось? Я, в смысле, разложилась в земле, то есть использованную же одежду, извините, потом ее закапывают, да, она же никуда не утилизируется, там, сжигается и не закапывается. Вот сейчас материалы, которые потом на земле все-таки разлагаются сами. А, я думаю, срок годности. Нет, нет. У вас пальто, да? А, кстати, это хороший маркетинговый ход. Это очень классно. Я думаю, шутка про то, что, типа, ты пятый год носишь уже пальто, ну, все, пора. Это мужа, Мария, это мужа такое, знаешь, это все, срок годности подходит. Идеально. А лучше на следующий сентябрь уже все. Ну, ну, так что есть такое. Что, ну, есть же в Китае одноразовые рубашки, которые потом так почти униксорены? Ну, у нас, например, компания Uniqlo, они занимаются очень много такими материалами, а это среди российских производителей. Ну, знаешь, у меня просто Uniqlo был через дорогу от дома, когда я такая жила. Я тогда прямо в магазин выходила и по дороге туда пробегала. Там так много синтетиков. Ну, по крайней мере... Вот тепло, потом прохладно. Это осень была. И она такая... Мне кажется, ты сейчас августописывала, по-моему, московски. И она такая... У нее, ну, вот такая сумочка, примерно, вот такая маленькая. И она такая, ой, что-то мне прохладно, надо, типа, одеться. Я думаю, что он что-то имеет в виду. Короче, она из этой сумочки. Начинает раскладывать. А-а-а! И у нее пуховик. Он мне... ПУХОВИИИК! У Uniqlo, да. Да, я считаю. Это видимо, Uniqlo, да. И при этом у них еще и не... Я, она когда это делала, я застыла. Я просто все, я говорю, это все, что вот этой серии накапай воды у вас... Да, 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 полотенца, да, разводят, полотенца, вот эти... Они очень классные, но при этом у них прямо написано о том, что, типа, вот этот пуховик можно носить, например, до минус пяти. Потом ты его надеваешь под что-то, чтобы тебя не пробувало. Ну, да. Оп. Ну, на самом деле, она интересная очень. 3 секунды. Она очень интересная. Да, чтобы она, ты сможешь, когда раскладывается. У нас сегодня трешка в центре не только уютненькая, как обычно, но еще и очень модненькая. Потому что у нас в гостях имидж-мейкер Алена Архипова и создатель Bulletproof Store Екатерина Дударенко. Сегодня разговариваем о многослойности, о красоте в очень холодное время года, когда ты вроде бы фея, да, но не... Но в Корее ты... Фея ты всегда. И в Корее ты не едешь, а носишь ее... Да, я думаю, что сегодня еще надо поговорить о том, что как можно заполучить зимний гардероб, ну, не за очень дорого. И четко понимать, что... Ну, сейчас же вот говорят, ой, сейчас так в моде костюмы из кашемира. Ну, они как бы стоят недешево. И ты понимаешь, что там вот костюмы из кашемира, юбка вонхоженная, там еще вот то-то. И так вот думаю, что я лучше дома посижу. А еще нужен свитер. Да. Думаю, одену один костюм и буду носить его, да, в сезон. Да, да, куплю шерстяной, вот это с начесом и нормально в ней будет. Тепленько. Да, поэтому большой вопрос. Какие ткани, какие фактуры и реально ли купить все не за дорого? Ну, главное, мне кажется, сначала, как говорит Алена у нас, кстати, очень часто, напишите список покупок. Не покупайте все подряд, что у вас. Мы уже в продуктовый ходим со списком продуктов. Да, потому что это проблема. Часто женщины ходят по магазину, и когда говоришь, ну, давайте, у вас есть конкретно какая-то цель, или что вы носите, гардероб, что вам хочется, они говорят, сейчас я посмотрю. И она ходит, о, кожаная юбочка. Следующий, о, кожаная юбочка. И в итоге мы примирочно оказываемся, у нас одни кожаные юбочки. Что мы носить будем? Непонятно. Да, фактуры, на самом деле, и ткани могут быть абсолютно разные. Сейчас кто-то любит дуты, меховые, там, что угодно, хлопковые вещи. Ну, ткани могут быть абсолютно любые. Главное, это понять, какой стиль хочется на себе носить в этом сезоне, и действительно то, что нужно. Та же самая многослонность. Взяли одну мгновую коллекцию там вещей, и потом ее разобрали на кучу разных луков. А если вот сейчас вот шубе в моде, на сколько вариант, ну, если ты не можешь позволить себе настоящую, купить ненастоящую? Или наоборот, ты принципиально не хочешь носить настоящую. Да, или принципиально. Вот я не ношу принципиально, мне жалко животным, да? Но в то же время я вот в размышлении, а если я одену ненастоящую, не скажут ли, господи, да шиша надела. Нет, благо производители научились делать искусственные шубы. Это уже действительно не убитое плюшевое животное из детства, а очень красивое. И есть даже перламутровый такой искусственный мех, который очень красиво переливается, там, с розового в голубой цвет, такие мы тоже видели. Вот, и российские дизайнеры наши молодцы стараются. Да, я вот соглашусь сказать, абсолютно дизайнеры действительно выдумывают. Такие интересные модели, причем они и по фактуре интересны, и ткань сама по себе может быть интересной, и крой самое главное. И они слушают потребителя, потому что то, что нам, допустим, говорят в примерочных, мы передаем производителю напрямую, это очень ценно, на самом деле, и для них, и для нас. Значит, получается, можно купить себе шубу, я так понимаю, если она не настоящая, то она не такая дорогая, ты ее поносил один сезон, в следующем сезоне, допустим, они уже не в моде, и ты, и они мучают совесть, что ты потратил колоссальное количество денег. Таким будет висеть, бедная шкурка дома. У нас здесь есть комментарий от коллеги нашего, от Тиграна. Ой, Тигран с нами. Да, Тигран с нами, он говорит о том, что любит все времена года, и люди, которые жалуются, что одеваются как капуста, ну, это, видимо, сейчас мой адрес, в карте полетел, простите, вы не умеете одеваться. Пуховик нужно подбирать такой, чтобы под него не нужно было три свитера, и еще бонусы надевать. А пальто в межсезонье должно греть даже с футболкой. Все это доступно, недорого и красиво, нужно только приложить немного усилий. Вот, я согласна с Тиграном, на самом деле вопрос-то не в многослойности, да, или там в отсутствии слоев необходимых. Вопрос в чувстве вкуса, а вкус это, знаете, такая накачиваемая мышца. Да, то есть это не так, что... Можно его развивать? Абсолютно, более того, у нас природный вкус во всех есть, и мы, на самом деле, интуитивно очень много чего понимаем и чувствуем. Просто мы как-то не уделяем этому времени, ну, лень же правильно этим заниматься. Это же надо посидеть, посмотреть, особенно журналы какие-то там, чего-то полистать. Это вообще бред какой-то, многие мне говорят. А потом идет фраза, мне все равно ничего не идет. И все равно на мой 44-й... Каждый день мы это слышим. Идеальные параметры, и что-то там не подходит. А после примерки, вот это я хорошая, вот это я красивая, оказывается. Прятала себя в банном халате. Поэтому, да, это вопрос просто времени вашего, да, и приоритетов. Если вы хотите выглядеть классно, ресурсов сейчас и информации просто море, море. Я не знаю, можно вот вообще с любым уровнем разобраться в этом. Тем более есть мы, правильно, Катя? Конечно. И вы такие прекрасные. И, друзья мои, у вас есть еще немножко времени для того, чтобы задать свои вопросы нашим гостям. Может быть, вас мучает какой-то вопрос. Не стесняйтесь. Поговорим об этом. Поговорим об этом. Да, это у меня тоже... Вчера было такое, когда на днях буквально, да, было преображение. То же самое, но так... Мой размер, мой размер, идеальные параметры. В итоге все, потом через 20 минут примерочной мы уже были королевой. Не важно, там мой размер, не мой размер. Сейчас идет, ничего не наладится, плохо, все плохо, а потом... Эти пуговицы недостаточно удовлетворяют, но ух, скользко. Давайте еще что-нибудь. Да-да-да-да. Пусть сменим пуговицы, да? Мне кажется, давайте позвоним дизайнеру, пусть он тут молнию уберет. И будет тогда учетенько, да. Все идет на нарастающейся. Да, Елена, давайте почему-то часто думать, что они... Они просто... Нет, нет, мне свитер какой-нибудь джинси, нет, 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 пусть у меня будет плохо. Это вот девочки молодые, красивые, выхудые. А мне уже все. Я говорю, что, уже в гроб пора, что ли, или что? Ты знаешь, да, как ни странно, как ни печально, вот реально тоже вижу, что многие женщины себя в возрасте 30 даже уже куда-то закопали глубоко. И они оттуда никак не выйдут просто. Как в этом, в лабиринте нуждают. В общем, я многие виноваты. Но это вообще... Только она начинает экспериментировать, да. Лучше не начинали. Что ты напялила? Да-да-да-да-да. Самооценочка такая, да. Ты стоишь еще сама сомневаешься. Не уверена, вроде бы тебе нравится, но с другой стороны ты думаешь, а вдруг что-то не так. И тут выходит человек, выходит человек, что ты напялила. И ты понимаешь, что твоя самооценка, как приора, заниженная. Еще дальше. Я уехала, да, куда-то далеко. Да-да-да. Мы обычно смеемся, говорят, тоже мне эксперт моды тут сидит. А вот, кстати, вопрос. А вы в магазине проконсультируете по подбору одежды индивидуально? Так и... Обязательно так и делаем. Каждый... Да, каждый... Но это вот опять-таки плюс, наверное, дизайнерских магазинов, таких небольших шоу-румов, потому что в масс-маркет ты приходишь и там очень редко, в редких сам варишься, да, тебе кто-то там подойдет и дельный совет дадут. Обычно максимум это размер, и то не всегда. Сейчас мы с этим вопросом с вами выйдем, зайдем. У нас сейчас данный выход большим не может быть, потому что там реклама прям уже прям поджимает. Ну, типа сейчас так обсудим, уйдем на рекламу и уйдем на более продолжительный завершающий. Почему так час всегда летит? Не знаю, я вот тоже как ни приду к вам, но это ощущение, как будто через 5 минут уже все. Каждый выход наш около 6 минут. 6 минут, 2 песни. А кажется, что... Да, да. Очень быстро. Реклама? Что ты там пытаешься найти? Многослойность. Очень модная и очень уютная трешка в центре. У нас в гостях имиджмейкер Алена Архипова и создатель Bulletproof Store Екатерина Дударенко. Девушки, к вам тут вопросы один за одним. Вот есть вот такой. Вы в магазине проконсультируете по подбору одежды индивидуально? Обязательно. Мы только так и работаем. Это вообще концепция моей жизни, мне кажется. Каждый индивидуален. Мы с каждым чуть ли не за ручку ходим, все советуем, обмеряем, если надо, там что угодно сделаем. И можно написать нам в директ, в инстаграм. Мы прям соберемся все вместе и будем ходить по записи. Если нужно гардероб, подберем, заранее там проконсультируем. Светы любим. Вообще. Любим женщин. И это, кстати, действительно очень важное качество, вот в катином магазине, почему я и люблю сотрудничать, работать там. Так что да, да, да. Еще вопрос, а есть ли у вас модели на нестандартные фигуры? Конечно, и мы работаем с дизайнерами, то есть с производителем напрямую. Можно обмерить мерки с ними, мы сняем прям под вас. Так что в этом что угодно можно пришить. Это вообще бесценно. Думаю, я могу перешить. Я просто вот эти руками. Это платье, оно не моего размера. И вы мне скажете легко, да? Легко. А мне точно святые люди. Могу вышить крестика, что угодно. Герб. Не целого. Есть у меня еще тоже вопрос. Можно? Продолжая тему многослойности, расскажите, пожалуйста, по поводу обуви. Как обувь подобрать? Есть тоже какие-то законы именно для этого? Вот я сверху такая стильная капуста, да, я буду продолжать использовать это слово. Зато оно сразу емкое и все понятно. Ну да, да. На самом деле, смотрите, все очень просто. Многослойный образ – это тот, который вы создаете, ну, один слой за другим наслаиваете, да? И обувь – это та часть вашего образа, которая в конце, на самом деле, делается, да? Уже после аксессуаров, ну, как бы основной одежды и так далее. Поэтому, естественно, что это должны быть модели, которые вписываются в общую концепцию, в общий стиль. И при этом, если мы с вами, ну, грубо говоря, сейчас, да, создаем какие-то многослойные образы, нам повезло. Потому что мы можем одеться как капуста, но при этом… Да, стильная капуста, но внизу могут быть, ну, классные кроссовки, например, да, или грубые ботинки. Ой, я же выдохнула сейчас, я так люблю кроссовки. Которые подходят, девочки, подо все. То есть сейчас вообще, как бы, делай, что хочешь, главное, будь индивидуально, ярым. Это основное. Но я думала, может быть, есть, смотри, такое правило, например, да, если на тебе сверху много слоев, то внизу должны быть только, например, там, микролодочки или наоборот. Чем больше слоев, тем грубее должно быть. Зависит от стиля, на самом деле, стиль определяет, какая модель будет. Просто единственное, учтите, что если, например, пропорции вашего тела, да, определенные, и вы не хотите утяжелить слишком низ, да, то есть привлечь внимание, грубо говоря, к ножкам и там, да, или к бедрам, то не надевайте, может быть, слишком массивную обувь, которая действительно будет утяжелить вашу фигуру. И наоборот, если хотите сделать образ более женственным и легким, шпильки и лодочки, особенно нюдовые лодочки, я всегда говорю, это вообще must-have. И, в общем-то, в любой ситуации, будьте леди и порхать. А что же делать с зимней обувью? Лодочки, вот все-таки не походишь, вот прямо вот зимой. Сапоги-чулки, сапоги-носки, ботильоны-носки, Катя, помогай мне. Ботинки, ботинки, классические обычные ботинки, конечно-носки, оксфорды, лоферы, господи, да, любые варианты обуви. На самом деле, мне кажется, что с обувью, да, полегче. Мама, я что, прям сколько обуви у нас есть. Хорошо, а если цветовая гамма, скажем так, ты одет и так ярко, да, то либо ты подчеркиваешь свою яркость еще обувью, либо все-таки ты, как бы, уходишь спокойно. А здесь две задачи, смотрите, Маша, если хотите обуви добавить акцент, то выбирайте, конечно, яркую модель, но в цвет одного из предметов гардероба. Но это обычно конкретному образу все-таки бывает. Да, яркая обувь нужна конкретному образу, а так лучше универсальную обувь. А сейчас мы оставим интригу, до конца не будем раскрывать тех карт. Пишем, задавайте вопросы, я же напомню о том, что генеральный спонсор шоу «Трешка в центре» это торговая марка «Раритет», мясные и куриные деликатесы, на любой вкус. После рекламы вернемся. Сейчас сколько в эфире были по времени? Шесть минут? Время пролетело. Если шесть минут, то очень быстро время пролетело. Да, мы только утро успеваем сказать. Реклама, реклама. Тезис на тезис на мгновение. Хотя, я думаю, там надо у тебя в день просто уже прямые эфиры делать, прям регулярно, знаешь, там. Здрасте, сегодня мы видели. Да-да-да. Поехали. Реалити-шоу, можно сказать. Ну, опросов прям немного. И каждый раз люди повторяешь, рассказываешь, а все равно приходят. Сейчас еще в бедах, допустим, если про об этом мы говорили. Появляется, конечно, очень много таких трендовых моделей, которые действительно короткие на сезон. И девочки многие не понимают, что они реально уродуют фигуру своей этими трендами. Лучше бы они выбрали классику, грубо говоря, да? Она выглядела бы привлекательной. Как мы, мы говорим, о чем у этих лоттеров, которые внутри смехом. И люди приходят и говорят, ну как вы думаете, это классно? И каждый говорит, ну...